Это самые сложные выборы были, наверное, в новейшей истории России. Они сложнее, чем выборы 1996 года, они сложнее, чем все предыдущие выборы, потому что все было ясно заранее. В этих условиях лидеру наиболее тяжело, потому что на взгляд обывателя это легкие выборы, а на взгляд предвыборного штаба и безоговорочного лидера надо все сделать на грани и быть предельно осторожным, потому что и Даванков, и Харитонов, и Слуцкий открыто фактически признавали то, что находятся в заведомо проигрышной позиции. Это была, с их стороны, фактически провальная, во многом крайне негативная для их имиджа последующего политическая карьера в рамках предвыборного процесса. Поэтому, с одной стороны, это колоссальный интерес в этом плане выбора, с учетом того, что явка большая, что процент большой, а с другой, все было изначально ясно как мировому сообществу, как политическим лидерам, которые на стороне России, так и политическим лидерам, которые против России. Сегодня мы смотрим на тех людей, на тех лидеров, которые поздравляют. Надо прямо сказать, это очень небольшое количество политических лидеров, крайне небольшое, особенно молчит. Запад в шоке. Запад ожидал то, что будут не то, что акции протеста, не то, что будет какая-то форма игнорирования выборов там или какое-то новое позиционирование. Открыто говорилось о том в мировой прессе, что сделано будет все возможное для того, чтобы электронный цикл голосования был как-то нарушен. И для Запада откровение, это сейчас уже читается не только в пабликах, но и в ведущих средствах массовой информации, то, что Россия выдержала колоссальный натиск электронных диверсий. Электронный натиск атак вот Россия выдержала. То есть это выборы заставили еще власть обратить внимание на электронную, на техническую составляющую защиты вот этих систем, которые сейчас оказывают на дистанционное позиционирование, на дистанционное развитие довольно существенное влияние. Нигде, пожалуй, такого прецедента пока нет. Вот с учетом такого охвата территорий, 28 регионов довольно хорошо в этом плане справились, в тех регионах, где можно было электронно голосовать. Что касается перспектив, то это стабильность, скорее всего. Это вот явная стабильность, курс, который позволит усилить тот статус, который Россия приобрела в стабильной евроазиатской державе, где можно найти приют многодетной семье из Сан-Франциско, многодетной семье из Парижа. Люди, которые сейчас придерживаются традиционного уклада, традиционного уровня жизни. Это консерваторы, они будут обращать все больше пристальный взор на Россию. Очень много переездов. Россия входит в консорциум тех стран мира, которые держатся консервативного традиционного уклада. И она не просто входит, она становится лидером этих стран. И БРИКС будет усиливаться. И Север-Юг консорциум и взаимодействие в рамках глобального проекта Север-Юг будет усиливаться. Это то, что касается международных трендов. Ну и здесь в экономике мы обратили внимание на то, что тот паритет, который сейчас достигнут в плане национальной экономики, надеюсь, он тоже будет выдержан и тоже будет развиваться как основной лейтмотив экономической политики Путина. Очень приятно то, что команда сохранилась, нет раскола в команде. Это не 2003-2004 год, когда из команды Путина уходили такие, как Касьянов. Первая пятилетка Путина с 2000 по 2005 год, это был довольно серьезный такой турбулентный процесс, который характеризовался тем, что многие из предыдущей семьи политической, они уходили. Сейчас вот что, чему завидуют западные политические элиты, то, что есть в аристократии современной, в современной политической элите, есть единство. Вот это тоже очень такой притягательный момент. Если даже сильный раскол в обществе, но сильная элита, сплощенная, то это очень позитивно влияет и на экономику, и на политику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова